Водоканал В колодце, которые сейчас внутри установлены, используются бетонные конструкции, но немного другой прочности, плюс дополнительная гидроизоляция, что позволит защитить бетонную часть и не позволит ей коррозировать ни от паров, ни от прямого попадания стоков на них. 25 лет в любом случае на этот период времени должно хватить. Мы усиливаем конструктивную часть таким образом, чтобы и продлить срок службы. Это финиш большого ремонта. Начали его еще два года назад. Тогда старый коллектор провалился в соседнем переулке Христофорова. Старые трубы и колодцы начали менять. Всего обновили больше 400 метров трубопровода. Остались последние 53 метра. От переулка Днестровского до Энгельса. При этом, пока идет ремонт, канализация продолжает работать. Нами в последние два года было сделано много дублирующих подключений, чтобы не останавливать сети и предотвращать аварийную часть, снимать нагрузку с сетей. Вот эти небольшие работы позволило не останавливать кондиционные коллектора на моменте проведения работы. Работы планируют завершить на следующей неделе. А это Бендеры. Микрорайон Северный. Недалеко от завода железобетонных изделий авария прорвала канализацию. Старому коллектору больше полувека. Пора менять. Коллектор выполнен из железобетона и под воздействием микроорганизмов, содержащихся в сточных водах, произошло разрушение верхней части трубы. Масштабы произошедшего пока трудно оценить. Об аварии специалисты узнали по работе очистных сооружений. Новых стоков стало вдвое меньше. Значит, где-то прорвало трубу. Обследовали всю ветку коллектора. Обрушение нашли вблизи старых цехов ЖБИ. Коллектор в Бендерах, Ногийске и Протягайловке больше 154 километров. Аварии постоянно. Плановый ремонт канализации в самом городе ведут уже несколько лет. Заменили процентов 15 старых труб. Почти полкилометра поменяют и в этом году. Работать будут по улице Космонавтов и Ермакова. Продолжение следует...